Спасибо студия! Доброе утро, Красноярск! Итак, в этот холодный, без сомнения, февральский день мы не забываем о том, что завтра нас ожидает праздник, День всех влюбленных. И наверняка многие мужчины захотят подарить своим дамам какие-то подарки, либо сладкие, но чаще всего, что интересно, конечно же, дарят цветы. Поэтому сегодня как раз в салон, где и упаковывают подарки, и также и цветочки помогут подобрать, мы находимся рядом с девушкой, чьё имя Мальвина. Мальвина, доброе утро! Мальвина, флорист. И Мальвина нам как раз расскажет, какие цветы, какие розы или не розы популярны в этом сезоне. Ну, вообще, я бы хотела сказать, что 14 февраля, наверное, достаточно традиционный праздник, и я думаю, что многие со мной согласятся, что главным цветом этого праздника является, конечно же, красный цвет. Ну, основной формой – это, конечно же, форма сердца, но традиционным цветком, пожалуй, действительно роза. Но помимо розы, да, то есть, ну, наверное, как бы этим людям у нас уже очень насыщенно, да, и, конечно же, всем хочется чего-то креативного, да, чего-то нового. То есть, кто-то хочет отойти от этой классики? Да, конечно. То есть, не дарить какие-то моно-букеты, да, из одного цветка, просто букет роз или букет лилий, а хочется чего-то нового. Но, конечно, может быть, это не такие новинки, да, но все равно очень популярная тенденция, популярный тренд – это какие-то композиции в коробках, либо же в корзинах. То есть, это не только эстетично, но еще очень удобно, да, допустим, если молодой человек пришел на свидание, и, соответственно, букетик нужно ставить в воду, а здесь, ну, весь цветочек идет на специальной губке флористической, соответственно, он не требует какой-то воды, то есть, это еще и очень удобно. И это, конечно, стало очень актуально еще ввиду того, что помимо цветов сюда можно добавить какие-то сладости, может быть, мед, две конфеты. То есть, это два в одном, получается? Да, да, два в одном, совершенно верно. То есть, как бы, ну, так сказать, и приятно сделать по три цветочек, да, и как-то посластить. А есть возможность, ну, вот как-то авторски, может быть, оформить? Или это все-таки какие-то классические способы оформления? Ну, конечно, есть какие-то и новые, современные варианты. А сейчас очень популярна такая техника, как букеты на каркасе. То есть, когда изготавливается какой-либо каркас из натурального материала, или же, может быть, из каких-то декоративных элементов, и туда вставляется различный цветок. Но эти варианты, может быть, не такие бюджетные, поэтому они пользуются, ну, меньшим спросом. А все-таки, ну, вот спрос больше всего на что? На розы или не на розы? На розы, вы знаете, да, как бы на розы. То есть, конечно, есть такая тенденция, то есть, в основном берут именно розу. Ну, и, конечно же, классический вариант именно красную розу. Я думаю, что букет из таких роз мы уже попробуем оформить в следующем нашем прямом включении. А пока я передаю слово вам, студия.